Здравствуйте, мы с вами на портале экзегет. Такой вопрос, не хочу прощать обидчика. Ну, в общем, это действительно понятное состояние. Каждый раз, когда мы обижены, мы проигрываем внутри себя сцены отмщения, мы как бы купаемся в своей обиде, и нам даже и не хочется выходить из этого состояния. Но существовала замечательная поговорка, на обиженных воду возят совершенно не случайно, именно на обиженных, ни на сердитых, ни на блудниках, ни на ворах, а именно на обиженных воду возят, потому что обида – один из самых глупых грехов. Обижаемся мы тогда, когда нам кажется, что кто-то что-то не сделал для нас, что был должен. Однако с какой стати мы решили, что он был нам что-то должен? Если мы внимательно посмотрим и увидим, что в большинстве случаев мы обижаемся в той ситуации, когда нам не дали то, что нам и так не принадлежало, или мы получили то, что мы заслужили. Господь в Священном Писании прямо говорит – прощайте, будете прощены. А в молитве «Отче наш» мы обращаемся к Богу со словами, оставя нам долги или грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас, должникам нашим. Поэтому как мы прощаем других людей, так и мы будем или не будем прощены. Многие святые отцы говорили, что если ты не прощаешь, если ты держишь обиду на другого человека, ты не имеешь права читать молитву «Отче наш», поскольку в этой ситуации она будет читаться так – «И ты, Господи, не прощай меня, потому что и я не прощаю, как и я не прощаю того, кто согрешил против меня». Постараемся испугаться того, что не простят нам наших грехов, если мы не будем прощать грехов других людей.